В 8 утра по местному времени, 9 часов по Москве, гроб с телом Нельсона Манделлы снова был выставлен в президентском дворце притории Union Buildings. Как и накануне, очередь желающих проститься с отцом нации выстроилась с самого рассвета. По данным организаторов, за час мимо гроба Манделлы проходит 2000 человек. Однако накануне не всем удалось проститься с Мадибой. В четверг отдать последний долг герою борьбы с апартеидом пришли председатель Госсовета Кубы Рауль Кастро, бывший премьер-министр Малайзии Мухатир Мухаммад. Накануне в президентском дворце были замечены глава ЮАР Джейкоб Зума, вдова Грасса Машел, бывшая супруга и соратница Манделлы Вини, а также президенты Зимбабве, Малави, Индии, Либерии, японский наследный принц Нарухито. Президентский дворец притории был выбран местом прощания, так как именно здесь в 1994 году состоялась церемония, на которой Нельсон Манделла стал первым чернокожим президентом ЮАР. Вице-президент Венесуэлы Хорхе Ариас подарил старшему внуку Манделлы копию сабли Симона Боливаро, что является высшей наградой в этой стране. Церемония прощания завершится вечером в пятницу. На следующий день гроб села Манделлы отправится в деревню Куну. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Куну. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова